Друзья, всем огромный привет! Если есть у вас такая шестеренка и нужно ее восстановить, не торопитесь ее выкидывать. Можно все это спокойно сохранить и сделать. Берем обычный пластилин, хорошенечко его сминаем и перемешиваем. Сделал вот такую вот колбаску. И нам ее необходимо выровнять, чтобы она была ровненько в двух плоскостях. Берем любое масло, либо смазку силиконовую и хорошенечко вот так вот промазываем. Теперь берем шестеренку, где у нас хорошие звенья, ровненькие, и вдавливаем. Сейчас-то по-хорошему нужно отнести на улицу, либо в холодное место, в холодильник, чтобы шестеренка, не шестеренка, чтобы пластилин застыл, был похолоднее. Пока пластилин остывает, взял вот такие финишные гвоздики, то есть штучки. Сейчас мы их укоротим немножко. Благо на улице прокладно и быстро остывает. Теперь аккуратненько снимаем. И у нас получился вот такой вот слепок. Теперь берем газовую горелку и нагреваем гвозди. По итогу решил использовать два гвоздя. Гвозди будут наслужить в качестве армирования. Теперь нашу заготовку тщательно обезжирим. Использовать буду смолу эпоксидную, двухкомпонентную. Набираю все буду шприцом. 10 миллиграмм. И так же будем убирать отвердителя 1 миллиграмм. Потихонечку наливаем. И хорошенько перемешиваем. Так, срок жизнедеятельности 1-2 часа. Пока оставляем в стороночку. Теперь берем наш пластилин. Пытаемся попасть в зубья. Все у нас вон четенько. Я вижу, что попало. Все плотно. Снизу хорошенько тем же самым пластилином все залепляем, чтобы смола не утекла. Прочитал я вам инструкции, что можно добавлять цемент. Ну прям чуть-чуть порошочка я взял. Сементика. И сейчас немножко насыпем. Посмотрим, что получится. Даст ли это какой-то крепости. Оттуда 10% можно сыпать. Но мы опять же на глаз. И хорошенько перемешиваем. Конечно, было бы в идеале, наверное, алюминиевую пудру использовать. Но, блин, у меня ее нет. Не знаю, где ее даже купить. Главное, чтобы раствор был текучий. У нас вот так сделал ножку, чтобы ровненько стояла. И теперь нам надо будет аккуратно залить туда смолу. Ну, со стаканчиков не составит особого труда сделать. Льем с небольшой лишкой. И все, оставляем это сохнуть на 24 часа. Прошли сутки. Пора снимать нашу заготовку и смотреть, что получилось. Пластилин, блин, мягкий. Так, ну самое главное, я вижу, что грани все есть, которые мы заливали новые. Все главное, все это хорошенечко очистить. В общем, вот так вот я зачистил. Как видите, шестереночки наши готовы. То есть, вот у нас откуда пошло. С переломом, где было. Все сохранилось. Прямо реально рабочая тема. Я просто думаю, что будет тема полезной, потому что такие шестеренки часто встречаются в электромясорубках и в разных таких деталях, где нужно, иногда бывает, что сломалось, и покупать там, ну, я думаю, что это бессмысленно. Где-то искать, где-то дорого будет. А восстановить всегда вот можно. Если кому-то будет полезным, поставьте по лайкосу. Хочу сегодня продублировать вот такую вот шестереночку. Сделаем ее очень быстро и легко. Давайте попробуем. Первым делом возьму алюминиевую пластину и натрую от нее стружку. Берем самый обычный пластилин. Немножко подровняем, чтобы она была единая плоскость. Берем нашу шестереночку и чтобы она не прилипала, смачиваем обычной силиконовой смазкой. Сбрызгиваем. Теперь беру эпоксидную смолу. У меня такая просто есть, можно купить другую. Смешивается она два к одному. Две части смолы, одна часть отвердителя. Но я буду опять же на глаз делать. Нашу смесь кидаю в кружку и хорошенечко сейчас перемешаю. Получается вот такая вот кашица. Сделал заготовочку вот по такому барашечку. Тоже самодельной. Еще раз хорошенечко перемешиваю и буду заливать. Заливаем первую нашу заготовку. Заливаем барашек в будущем. И все равно смола немножечко осталась. И наверное сейчас вот сюда вот ставлю винтик. Все, я ставлю это теперь на сутки. Что у нас 24 часа. Чуть даже может побольше. Все как видите застыло. Остатки также вот залил в такие флакончики. Давайте первого с этого начнем. Точно надо очищать. Само мне больше здесь интересует. А, ну шестереночка все четко получилось. Сейчас я ее очищу. То есть, как видите, как вариант копировать разные шестереночки можно. Такой вот барашечек тоже очень классный. Я вот когда-то тоже заливал. Ну, я вручную вытачивал, протачивал. Винтик делал. И делал подвес на свою линейку такую. Очень удобно. Так же вот остаточки залил в такие формы. Сейчас мы как раз посмотрим, что у нас получилось с алюминием. Мне кажется, весь просто в осадок упал. Да, как видим, алюминий в осадок упал. Ну, это пригодится для каких-нибудь таких же барашков. Все знаю, что будет сделать. Всегда можно будет сделать. Ну, друзья, что хочу сказать. Имеет место быть, то есть, скопировать детали даже такие маленькие. Вполне можно, хотя очень сложно, да, получается, потому что шестереночка очень маленькая. Маленькие рисочки. Тем не менее, все хорошо можно скопировать. Так что, друзья, кому понравился данный ролик, как идея, прошу поставить по лайку. Ну, и, конечно, подписаться. Вам всем крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.